Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова находимся в химической лаборатории. И снова у нас в гостях Анна Владимировна Гедмина. Анна Владимировна Гедмина, кандидат наук, доцент химического института Казанского федерального университета. На наш вопрос, что же побудило вас связать свою жизнь с химией, наш эксперт отвечает. Жизнь — это химия. Вокруг нас и в нас самих постоянно проходят химические реакции, поэтому без химии жизни нет. Я считаю, что знания по химии позволят преодолеть тенденции боязни химии, а грамотное использование знаний решит многие проблемы современности. Спасибо, Алиса, за представление. Я снова рада побывать в этой лаборатории и рассказать сегодня вам, побеседовать с вами об очень интересной теме. Алиса, тему озвучьте. Тема наша сегодня, конечно же, антиоксиданты. В современном мире кругом абсолютно слышится о вреде, о их пользе, о том, в каких продуктах они содержатся. Поэтому сегодня у нас с вами есть уникальная возможность узнать всю правду прямо из уст компетентного человека. Постараемся вам рассказать правду и только правду. Поэтому предлагаю, Алис, начать с вопросов. Какие вас вопросы интересуют, чтобы докопаться до истины? Ну, давайте начнем с самого простого и банального. Что же вообще такое антиоксиданты? Зачем они нам нужны? Где можно с ними встретиться? И вообще, как нам жить с этой информацией? Антиоксиданты – это наши большие помощники. Вот представьте, организм атакует вирусы. И тогда иммунная система организма вступает в бой с этими вирусами. А когда организм атакует свободные радикалы или активные формы кислорода, от нашего организма вступает в бой антиоксидантная система. Поэтому уровень нашей антиоксидантной системы очень важен. Что такое свободные радикалы и что такое активные формы кислорода и почему они опасны? Мы знаем, почему опасны вирусы. Потому что приводят к заболеванию, да, и может быть даже и к летальным исходам. Могут ли к серьезным заболеваниям привести свободные радикалы и активные формы кислорода? Что такое свободные радикалы? Это частица с неспаренным электроном на внешнем электронном уровне. Эта частица очень высокореакционно способна. А значит, она вступает в реакцию от миллисекунд до наносекунд. Это высокая скорость химической реакции. И за это время, когда у нас свободный радикал очень активен, надо успеть его перехватить. И вот перехватчиками, мишенями этих радикалов и являются антиоксиданты. Так что же нам могут устроить, какой переполох в организме могут устроить свободные радикалы или активные формы кислорода? И вообще разница есть между свободным радикалом и активной формой кислорода? Разница в том, что свободные радикалы и активные формы кислорода – это также частица с неспаренным электроном, но в активной форме кислорода обязательно присутствует атом кислорода. А вот в свободных радикалах атом кислорода может и не присутствовать. Например, такой очень высокореакционно способный свободный радикал – трифенилметил. Вот в нем атомов кислорода нет, но это очень активный свободный радикал. Тем не менее, в нашем организме в основном присутствуют активные формы кислорода. Меня спрашивают, откуда они берутся? Так. Откуда в нашем организме могут образовываться? Дело в том, что естественные процессы, метаболитические процессы в организме, такие как дыхание, например, или пищеварение, в результате этих процессов также образуются свободные радикалы. Например, если мы дышим, к нам поступает кислород в организм. 95% кислорода восстанавливается до молекул воды, а вот 5% уходит на образование свободных радикалов. И свободный радикал, когда образуется, свободный радикал атакует мембраны клетки, а именно фосфолипиды клетки. Что образуется? В основе мембран клетки находятся полиненасыщенные жирные кислоты, у которых есть сопряженная двойная связь. Именно она подвергается атаке свободных радикал или активных форм кислорода. Ну, раз мы говорим про организм человека, то будем говорить про АФК, активные формы кислорода. И когда происходит атака, образуется перекисное окисление, образуется перекись в молекуле фосфолипида, и молекула перекисной соединения очень неустойчивая, молекула разрушается. И в клетке образуется брешь. И уже не только питательные вещества, а кислород поступает в клетки, но в клетку может поступать микроорганизмы вредоносные, могут поступать опасные вещества. И начинается очаг воспаления, а потом воспалительный процесс. Кроме того, когда разрушается мембрана, получаются осколки от мембраны. И они могут, например, образовывать разные наросты, взаимодействовать с холестерином и образовывать холестериновые пряжки на стены сосудов. А это приводит к атеросклерозу и, как следствие, к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, когда разрушается у нас липидная мембрана, у нас образуются высокотоксичные соединения. Это альдегиды, кетоны, альдокетоны, перекисные соединения. И они начинают атаковать гепатоциты, совсем не ожидающие этого подвоха клетки печени. То есть может привести к нарушению работы печени. Кроме того, и вот это самое, наверное, неприятное, то, что свободные радикалы могут атаковать частицы ДНК. Если ДНК, которое находится в ядре клетки, защищено белковыми структурами гистонов, то в митохондриях, а в митохондрии это энергетическое депо клетки, уже такой защиты нет. И кроме того, в митохондриях находятся ионы железа 2 с плюсом, ионы меди 2 с плюсом, которые как раз и способствуют из перекиси образованию очень активного свободного радикала, или АФК, гидроксил радикала. И вот он начинает атаковать ДНК, и атакует пуриновое основание, гуанин. Окисляю его 8-оксигуанин. В результате структура ДНК нарушается, и происходит мутация ДНК. А тут уже неуправляемый процесс. Мутированная ДНК начинает делиться и синтезировать ДНК, чужие родные, не наши, не родные нашему организму. Ну и еще неприятный, конечно, такой момент, что может повлиять реакции радикальные на белки, и белок красоты коллаген тоже может подвергнуться этой атаке. И как следствие атакуется по всей цепочке пептидной связи. Разрушается первичная, вторичная, третичная структура белков, и происходит и фрагментирование белка, и агломерация белка, и как следствие нарушение матрицы, матрикса коллагеновой сетки. И получаются заломы, и вследствие чего образуются потом морщины. Но я все-таки хочу быть адвокатом дьявола. Конечно, защита тут слабенькая будет, но тем не менее свободные радикалы могут и что-то положительное привносить для нашего организма. Например, вот чисто логически рассмотреть. Если у нас АФК, активная форма кислорода, атакует нашу родную клетку, то почему она не будет атаковать клетку, например, бактерии? То есть она тоже там такая же мембрана, она будет подвергаться также атаке. И бактериальная клетка тоже может разрушаться. Кроме того, свободные радикалы могут активно поучаствовать в процессе апопоптос. Это естественная гибель клетки. И уход мертвой клетки из нашего организма. АФК может способствовать и образованию оксида азота-2. Мы знаем, что это известное сосудорасширяющее вещество. Но, конечно, в связи с тем, что отягощающих моментов действия АФК намного больше, чем положительных моментов, тут адвокатам этого процесса, конечно, работать очень сложно. Поэтому работа антиоксидантной системы, она должна быть очень активна в нашем организме. Спасибо вам большое за такой исчерпывающий ответ. Возможно, есть у нас тут зрители, которые мало что поняли из этих замечательных умных слов. Самое главное, что нужно уяснить, это то, что свободные радикалы — это по большей части плохо, потому что они разрушают наш организм. Но в какой-то степени, может быть, и хорошо. Замороженные продукты не теряют свою антиоксидантную активность, если антиоксиданты в этом продукте присутствовали. Поскольку антиоксидантная активность теряется тогда, когда есть взаимодействие антиоксиданта с свободным радикалом или активной формой кислорода. Ни свободных радикалов, ни активной формы кислорода при заморозке не присутствует. И, следовательно, антиоксидантная активность такого продукта не теряется. При сушке из фрукта у нас удаляется лишняя влага. Остаются микроэлементы и витамины. Тем самым, даже те витамины, которые обладают антиоксидантными свойствами, остаются в сушеном виде нашего продукта. Но даже если сушка происходит при высокой температуре и количество антиоксидантов будет меняться, то это изменение будет незначительным. Конечно, бесспорно, многие витамины, такие как витамин С, Е, П, А, являются антиоксидантами. Но антиоксидантами являются еще и полифенолы, плаваноиды, которые тоже относятся к классу полифенолом, танины, а также ферменты, которые образуются в нашем организме, и некоторые белковые соединения, в том числе и низкомолекулярные белки, а именно пептиды. Синтетические аналоги антиоксидантов, конечно же, не являются более активными антиоксидантами, нежели природные антиоксиданты, поскольку и природные, и синтетические их аналог имеют одинаковую химическую структуру, а значит и одинаковые химические свойства. Тогда такой вопрос. Могут ли как-то нам навредить антиоксиданты, например, если случится их переизбыток в организме? И может ли вообще такое произойти? Когда антиоксидант вступает в реакцию со свободным радикалом, то антиоксидант тоже может превращаться в радикал, поскольку свой электрон он отдает свободному радикалу. И антиоксидант тогда активен, когда у него высокий потенциал восстановления. Соответственно, у свободного радикала должен быть высокий потенциал окисления. И реагируя с свободным радикалом и превращаясь в радикал, но этот радикал не такой активный, как, например, активные формы кислорода, и скорость его взаимодействия, она намного меньше. Это не миллисекунды, а это намного больше. Поэтому активность антиоксидантов, которые уже окислены свободными радикалами и активными формами кислорода, она, конечно, занижена. Но дело в том, что наш организм – высокоорганизованная система, и антиоксидантная система у нас многоуровневая. Когда антиоксидант превращается свободный радикал, ему на помощь идет другой антиоксидант, который его возвращает в исходное положение. А потом на помощь тому, кто помог предыдущему антиоксиданту, идет следующий антиоксидант. И эта система постоянно восполняется. Например, привожу пример. Такой антиоксидант, как 3-пептид, глутатион восстановленный, может восстанавливать аскорбиновую кислоту, витамин С, а витамин С уже может восстанавливать витамин Е. И вот эта цепочка, она многоходовочная. И это постоянно происходит в нашем организме. И тем самым мы защищаем наш организм от окислительного стресса, который приводит к тем заболеваниям, которые я перечислила до этого. Ну, называют иногда окислительный стресс, а иногда оксидативный стресс. Это одинаковые тождественные понятия друг друга. То есть правильно я понимаю, что антиоксидантов бояться в принципе не стоит? Спомним слова Парацельса, который говорил, что любое химическое вещество может быть и ядом, и лекарством в зависимости от их количества. Я думаю, что ответ тут исчерпан. Все достаточно понятно. Не стоит преувеличивать дозы антиоксидантов, но в то же время, как я говорила, что организм человека – это высокоорганизованная система. И если где-то что-то избыток, на этот избыток будет обязательно реакция организма. Хорошо. Давайте тогда еще такой вопрос для более полноты картины. Вот смотрите. Получается, что когда антиоксидант начинает взаимодействовать со свободным радикалом, даже несмотря на многоуровневую систему, про которую вы говорите, количество антиоксидантов в организме все равно так или иначе может сократиться. Откуда вообще можно восполнить? Откуда взять еще дополнительные антиоксиданты, если их не хватает? Ну, во-первых, давайте разберемся, какие антиоксиданты в организме бывают. Антиоксиданты бывают разных типов. Во-первых, это водорастворимые антиоксиданты и жирорастворимые антиоксиданты. А водорастворимые работают в межклеточной жидкости. А жирорастворимые антиоксиданты работают в нашей липидной клеточной мембране. то есть выполнять свои функции антиоксиданта. Поэтому, например, водорастворимым является антиоксидант витамин С, серосодержащие аминокислоты, цистеин, метианин, пептиды серосодержащие. Жирорастворимым, например, является витамин Е, альфа-токоферол. Жирорастворимым является антиоксидант убихинон, но мы его знаем по другим названиям. Его знают практически все девушки, которые пользуются кремами. Это Куэнзим-Ку-10. Это очень известный антиоксидант, который добавляется в крема для антиэйдж-эффекта. Раз уж вы так затронули вскользь тему про косметику, продолжая тему Куэнзим-Ку-10, улиточные какие-то сыворотки, прочие экстракты, это все известно, в наше время очень популярно среди производителей. И вот такой вопрос возникает. Действительно, так ли это эффективно использовать мази, какие-то средства для омоложения, вот именно с большим содержанием антиоксидантов, как пишут маркетологи, или все-таки более эффективно применять их внутрь, а не на поверхность кожи? В косметике у антиоксиданта две функции. Первая функция технологическая, а вторая уже биологически активная функция. Итак, в чем состоит технологическая функция? Дело в том, что антиоксидант может быть консервантом. Если мы боимся синтетических консервантов, то, конечно же, природные антиоксиданты мы можем смело использовать. Кроме того, компоненты крема, например, крема между собой или какой-то сыворотки могут взаимодействовать. И чтобы избежать этого взаимодействия, вступает роль уже антиоксиданта, который может попрепятствовать, поскольку я напомню, что антиоксиданты имеют высокий потенциал восстановления. И вместе с компонентом, который проявляет окислительные свойства, он может прореагировать, не давая другим нужным компонентам прореагировать между собой. Ну и, наконец, биологически активная функция антиоксидантов креми. Это, в первую очередь, защита от, например, УФ-облучения. При попадании УФ-лучей на нашу кожу образуется свободный радикал синтетный кислород. И задача антиоксиданта, которая находится, например, в креме от загара, это может быть бета-каротин, жирорастворимый антиоксидант, прервать дальнейшие реакции с этим синтетным кислородом. Поэтому перед тем, как принять солнечные ванны, нужно использовать крем, содержащий антиоксиданты, который помимо того, что мы используем различные УФ-фильтры. Это пигменты, которые отражают солнечные лучи и пигменты, которые поглощают солнечные лучи. Поэтому добавок к УФ-фильтрам надо еще, конечно же, добавлять антиоксиданты. И после того, как наша кожа взаимодействовала активно с УФ-лучами, антиоксидантная система немножко нарушена, антиоксиданты израсходовались. Поэтому их надо восполнить. И после принятия солнечных ванн хотелось бы, конечно, восполнить и в виде диеты. Например, ягоды, которые содержат много антиоксидантов. Или выпить апельсиновый сок, содержащий значительное число антиоксидантов витамина С. Знаете, еще такой вопрос лично от меня. Как вот вы считаете, с какого возраста вообще стоит начинать заботиться о состоянии, так скажем, антиэйдж? Вот если я сейчас начну принимать в свои 20 лет тоже какие-то антиэйдж-бады, буду ли я выглядеть на 15? Или все-таки это работает не так? Есть определенный какой-то возрастной ценз? Я считаю, что злоупотреблять антиоксидантами не нужно. Вы не забывайте, что у каждого из нас работает своя антиоксидантная система, многоуровневая. Один антиоксидант заменяет другой антиоксидант. И вот когда вы после загара придете и воспользуетесь кремом, содержащим витамин С, бета-каротин или витамин Е, то это будет очень хорошо. Тем самым эффект фотостарения вы постараетесь избежать. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, я поняла. Нужно беречь свою молодость и красоту. Давайте попробуем понять, поможет ли что-то из присутствующего на нашем столе заменить все-таки вот эти вот бады с полезными, нужными антиоксидантами. Может быть, есть какой-то более простой способ? Ну, во-первых, я хочу сказать, что позволяет сохранить нашу антиоксидантную систему в норме здоровый образ жизни. Это отказ от вредных привычек. Это занятие спортом. Ну и, конечно же, это правильный рацион питания. Что должно входить в наш рацион питания? Наш рацион питания должен быть сбалансирован. Должны присутствовать и белки, и углеводы, и жиры. Но мы не должны забывать про еду, которая содержит биологически активные вещества, которые называются витамины. И слово витамины, они вита-творят жизнь, продлевают нашу жизнь. Используя продукты, содержащие большое число витаминов, мы тем самым способствуем и помогаем нашей антиоксидантной системе. Я хочу попробовать определить содержание очень известного антиоксиданта витамина С или аскорбиновой кислоты в детском соке. Попробуем это сделать? Попробуем. Итак, для этого нам нужно будет провести химический эксперимент, который будет состоять, опять же, поскольку антиоксидант, то это будет окислительно-восстановительная реакция. Аскорбиновая кислота у нас будет в качестве восстановителя, а в качестве окислителя мы будем использовать раствор йода. Итак, йод у нас будет реагировать с аскорбиновой кислотой, и мы будем добиваться того момента, когда они прореагируют один к одному, то есть в эквималярных соотношениях. И уже зная содержание йода, мы легко найдем содержание аскорбиновой кислоты вот в этом соке. Я думаю, можно начать. Давайте. Итак, наш объект для исследования – яблочный сок, детский, содержащий, как мы предполагаем, аскорбиновую кислоту. В колбу для тетрования мы переливаем нашу пробу объемом 10 мл. Для создания кислой среды мы добавляем соляную кислоту 2%, тоже 10 мл, и добавляем йод-2, который пойдет на реакцию с аскорбиновой кислотой, которая находится у нас в колбе. И добавляем мы избыток йода объемом 20 мл. Все, мы взяли 20 мл йода. Для ускорения реакции нам нужно раствор, который мы приготовили из аскорбиновой кислоты и йода, отправить в темное место. Итак, на 3 минуты мы его закрываем коробкой, чтобы у нас не было попадания солнечных лучей в раствор. Я думаю, что уже время прошло, и мы можем доставать наш раствор и начать определять там содержание аскорбиновой кислоты. Раствор внешне не изменился. Да, он не изменился, но мы сюда добавим индикатор, который называется крахмал. Вот йод, который содержится в этом растворе, мы же его избыток добавили, то есть он не весь прорегирует с аскорбиновой кислотой. Мы добавляем определенное содержание крахмала и увидим сейчас, как изменится цвет. Где-то 3-4 капли крахмала и ждем. Сейчас будет темный цвет. Видно, да, что он потемнел этот раствор? Да, давайте попробуем разбавить водой. Да, разбавим водой, чтобы нам был хорошо виден оттенок. А сейчас мы будем тетровать тиосульфатом, чтобы тот избыток проверить, который у нас не пошел на реакцию с аскорбиновой кислотой. Мы будем тетровать до обесцвечивания раствора. Да, известный способ удалить пятна от йода с ковра – купить в аптеке тиосульфат. И у нас прозрачный раствор. Теперь мы смотрим, какой объем у нас пошел на тетроване. Чтобы хорошо увидеть, мы подносим к глазам пипетку и видим, что объем на тетроване пошел 19,2 мл. Но сначала мы провели холостой опыт. Что значит холостой опыт? Мы просто йод тетровали тиосульфатом без присутствия аскорбиновой кислоты. И объем, который у нас пошел на холостой опыт, составлял… Если у нас сейчас 19,2 мл, то 19,7 мл у нас ушло на холостой опыт. Теперь мы подставляем формулу для расчета. Вот эта разница в 0,5 мл – это та разница, которая уходит на реакцию с аскорбиновой кислотой йода. Итак, мы подставляем, используем формулу. Итак, содержание, которое у нас получилось, аскорбиновой кислоты в 100 мл яблочного сока составляет 21,49 мг на 100 мл. Это является нормой для содержания в детском соке витамина С. Поэтому детский сок рекомендуем к употреблению, содержащий витамин С, антиоксидант, о котором мы сегодня очень много говорили. Я рекомендую все продукты, которые содержат витамины С, Е, которые содержат бета-каротины и многие-многие антиоксиданты, в том числе полифенолы. А полифенолы содержатся в основном в таких редких ягодах, которые являются сибирскими ягодами. Например, мороженое, клюква, брусника, там содержится огромное количество полифенолов, флавоноидов, поэтому и есть их, конечно же, рекомендуется к употреблению. Давайте подведем коротенький итог, так сказать, резюме нашего с вами сегодняшнего разговора, чтобы у наших зрителей в памяти побольше осталось. И самая главная информация, чтобы зафиксирована была. Как я уже говорила, правильно питаться, здоровый образ жизни вести и не злоупотреблять вредными привычками. Спасибо вам большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня в нашей химической лаборатории с нами была Анна Владимировна Гедмина. Вот такой вот полезной информацией она с нами поделилась, а мы увидимся с вами в следующих передачах. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!